спорт день за днем представляет проект территория спорта день за днем санкт-петербург северная столица российского спорта в каждом районе города есть площадки и арены которые способны удивить мы расскажем где можно полноценно тренироваться не отходя далеко от дома и от места вашей работы парк победу одноименной станции метро это не только символичное место всей петербургской истории но и памятный пункт для спортивных фанатов много лет к востоку от парка располагался стадион и скака принимавший и футбол и хоккей и марата сафина с евгением кафельниковым когда они выступали на кортах санкт-петербург open тысячи болельщиков ходили через парк к этой арене для многих именно уютный скака был самым любимым стадионом города он был не самым большим но одним из самых уютных мест сейчас на месте снесенного из как а завершается строительство огромной ска арены которая станет домом для хоккейного ска и тоже сможет принимать практически все основные виды спорта новый стадион и парк победы станут главной спортивной точкой юга города тем более что прилегающая к новому стадиону территория тоже будет буду устроена на ней построят целый спортивный парк с открытой сценой и ледовым катком в зимнее время спортивной зоне парка появится футбольное поле окруженный легкоатлетическими беговыми дорожками отдельно будет предусмотрено пространство под воркаут универсальные спортплощадки и теннисный корт в семейной зоне парка построят игровые площадки для детей скейты беседки для отдыха и многофункциональные павильоны это все дело будущего а прямо сейчас парк победы может похвастаться небольшим скейтодромом и зоны для тенниса в том числе для пинг-понга здешний теннисный клуб уже 25 лет проводит тренировки для всех возрастов и организует на кортах открытые турниры хорошую погоду здесь бывает очень оживленно разумеется с возвращением больших профи турниров в петербург все теннисные клубы обретут второе дыхание так что скорее бы состоялось это возвращение здешний скейт-парк не впечатляет так что новой узкой арены будет явно не лишним тем более что в этом районе приходится выдерживать большую конкуренцию жесткую в буквальном смысле слова неподалеку расположен знаменитый крытый центр экстрима жесть привлекающий любителей скейта и bmx в целом парк победы не лучшее место для серьезных спортивных стартов именно внутри зеленой зоны здешние озера и архитектура один большой памятник великой отечественной войны так что прокладывать серьезные трассы по дорожкам парка крайне нежелательно мало ли что-нибудь обрушится зато можно проводить фестивали здорового образа жизни например весь июль парк победы принимал некоммерческий фестиваль под названием парк культуры и отдыха 11 интерактивных зон от йоги и бега до сапсерфинг на озерах и кинопросмотров и фото выставок прямо под открытым небом листы спортивное ориентирование все как мы любим а совсем недавно в середине сентября состоялся забег бегущая невеста вы наверняка хоть раз видели кадры с этих мероприятий женщины бегают свадебных платьев и под марш мендельсона выглядит забавно но тему этого забега самое серьезное организаторы привлекают внимание к профилактике онкологических заболеваний причем как у женщин так и у мужчин призывают проходить диспансеризацию и вообще следить за своим здоровьем ради будущих детей а еще здесь есть еженедельные бесплатные забеги с фиксацией времени на 5 километров по субботу лучший день чтобы развеяться после рабочего напряжения забеги организуют волонтеры которые в то же самое время привлекают людей к разнообразной волонтерской деятельности и обязательно связанные со спортом на прошлой неделе кстати прошел юбилейный сотый забег финишером даже приготовили огромный праздничный торт чтобы частично восстановить потраченные калории туристам парк победы представляется местом неторопливого спокойного отдыха но если приглядеться спортивная жизнь и бьет ключом каждый найдет чем заняться ваше время Продолжение следует...